Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, и это 36 урок. В этом уроке мы с вами включим так называемый кэш, то есть смотрите, на каком уровне это нужно делать. У вас сайт технически закончен, то есть вы сделали все, что хотели, то есть настроили страницы, как будут выглядеть те или другие модули, как будут выглядеть статьи, то есть техническая часть закончена. Теперь вы просто будете наполнять сайт статьями, какими-то материалами. И чтобы наш сайт быстрее грузился, кеширование на подобных сайтах, на многостраничных сайтах, на динамически наполняемых сайтах, нужно обязательно, чтобы был включен кэш. Переходим в админку нашего рабочего сайта, кэш включается по сути так. Смотрите, система, общие настройки, система, прокручиваем ниже, и вот здесь у нас видите настройки кэша. Но когда мы здесь в списке выбираем, например, прогрессивное кеширование, то нам нужно еще включить и плагин. В Joomla есть такой плагин родной, переходим в расширение менеджер плагинов, отсортируем, выключено. И вот есть плагин системы кэш. Я уже давно работаю с Joomla, и этот плагин до сих пор мне не нравится, как он работает. И вот мы на замену этого плагина поставим более лучшее решение. То есть в системе, в общих настройках кэш будет включен, но мы заменим только вот этот плагин. Итак, где же взять данный плагин? Данный плагин бесплатный, вы переходите в поисковую систему Google и пишете в поиске NoNumber. И нажимаете поиск, да? И первый вот сайт у вас должен выпласть nonumber.nl. Кликаем по нему. Это уже проверенный человек, вот скорее всего разработчик, это вот он в очках сидит в углу. У него классные вообще расширения, я практически все использовал за свой опыт. И они очень популярны. Они все имеют бесплатную и платную версию. Бесплатной версии нам будет более чем достаточно. У него есть плагины на разную тему, но нам нужен определенный плагин. Вот здесь в списке он Cash Cleaner. Видите, да? Кликаем по заголовку, предпоследний он. И вот видите, можно скачать бесплатно или купить Pro версию, то есть расширенная версия. Мы скачиваем на компьютер бесплатную версию. Смотрите, у нас Joomla третья. Соответственно, вы качаете зеленую кнопку, кликаем и скачиваем на компьютер. Сохранить. Плагин я скачал. Сайт можете закрыть. В админке нашего сайта переходим к расширению менеджера расширений. И кликаем выбрать файл. И с компьютера выбираем наш плагин. Загрузить и установить. Если у вас, как у меня, зеленое сообщение, что успешно установлен, то мы переходим к расширению менеджера плагинов. Он у нас по умолчанию включается, потому что в выключенных плагинах его нет. Так, отсортируем, включено. Если тут много плагинов, смотрите, как быстро искать плагин, чтобы он оказался на верхнем списке. Вот здесь в углу я кликаю ID мышкой. И еще раз кликаю на ID. И у нас только что установлены плагины, они у нас отображаются вот наверху. И у нас, видите, идут два плагина. System Non-Number CacheCleaner и System Non-Number Framework. Заходим в System Non-Number CacheCleaner. Очистить устаревший кэш, да. Очистить обновление кэша, да. А вот, видите, снять блокировки доступно только для Pro-версии. То есть некоторые функции нам не будут доступны здесь. У вас, смотрите, автоматически при сохранении. Например, статью сохраняем или еще что-то. Очистить кэш. Ставим да. Уведомление. Оставим. Скорее всего, уведомление это будет в верхней части экрана. Сейчас вы посмотрите, как это выглядит. Так, лицевая часть сайта разрешить, да. Уведомлять, нет. Описание. Дополнительные параметры. Очистка других каталогов. Оставляем вот эту третью кнопку. И вот важный параметр, но он, к сожалению, недоступен. Очистка таблиц базы данных. Остальное все для Pro-версии. Параметры администратора. Показать ссылку. Только значок. Только текст. Оба. Отображать кнопку на панели управления. Вот смотрите, вот это важный момент. Вот здесь вот в админке, чтобы вот нам каждый раз, например, нам нужно очистить кэш. И чтобы нам каждый раз не лазить в плагин и не нажимать на кнопку очистить кэш, у нас кнопка будет выводиться вот здесь в панели. Сейчас вы видите, как это будет выглядеть. Вы включаете, отображаете кнопку на панели управления «Да». И вот текст ссылки, да, с английского переименуем, например, «Отчистить кэш». Нажимаем «Сохранить». И видите, у нас вот тут появляется вот такая кнопочка. Она будет встречаться вот в этой области практически везде. Будем находиться ли мы в статьях или еще где-то. Зачем нам эта кнопка? Например, мы что-то изменили на сайте, но внесли какое-то изменение, какой-то новый поставили модуль или еще что-то. И сразу не видим, как он отображается. Скорее всего, мы сейчас видим отображение копии, которая выдается нам из кэша, то есть старые данные. И чтобы мы увидели обновленный наш сайт, нам нужно подождать интервал 15 минут. Вы помните, я уже об этом говорил. И чтобы нам не ждать и сразу посмотреть, какие у нас получились результаты, мы кликаем вот так на кнопку «Очистить кэш». И вот это верхнее сообщение, как раз зеленое, показывает, сколько было кэш, размер кэша. И кэш успешно отчистен. И не забываем выйти из плагина и перейти в систему общей настройки, если вы там не включили кэш. Так, переходим в систему и делаем прогрессивное кэширование. Вот видите, время кэширования. Это время, лимит, точнее, интервал обновления кэша. По умолчанию 15 минут. Ну, в принципе, можно и оставить. То есть каждые 15 минут страница будет обновляться. И каждый раз, когда вы создаете статью, кэш будет также очищаться. Это правильно. То есть вы внесли статью, вы хотите, чтобы сразу статья была видна всем пользователям сайта. Соответственно, пользователь только зашел на сайт после минуты, как вы выложили новую статью, и он уже будет видеть эту статью на сайте. Включили, значит, прогрессивное кэширование и нажали сохранить и закрыть. В принципе, вот и все о кэше. Видите, я настройки сохранил. И теперь каждый раз при каком-то сохранении у вас будет здесь такое сообщение «Кэш успешно очищен». То есть мы внесли изменения, кэш тут же очистился. Также внизу, вот тут в панели, видите, появляется кнопка «Очистить кэш». И красивая такая кнопка в дизайне админки самой Joomla, да, выглядит как будто вписывается здесь как родная. И еще один важный момент, который я хочу включить в этот урок, чтобы вы знали. Внесите это как правило. Каждый месяц нужно делать оптимизацию базы данных. База данных может засоряться, может быть какие-то старые запросы оставаться. Вот нужно исправлять, например, что-то в базе данных. Ну, одним словом, оптимизировать. Вы на хостинге каждый месяц один раз, эта процедура занимает минуту всего, если не меньше. Должны заходить, значит, раздел «База данных». И вот тут кнопка вторая «PHP MyAdmin». Заходите сюда и потом войти в «PHP MyAdmin». После того, как отобразится вот такая страница, вы крутите ее в самый низ, кликайте на кнопку «Отметить все». И вот здесь есть такая галочка. Кликайте по ней в «Лазить список» и выбирайте «Оптимизировать таблицу». Кликаем. Идет процесс оптимизации. И потом вы должны увидеть вот такое сообщение. «SQL запрос был успешно выполнен». И здесь показано, по-английски, правда, написано, те таблицы, которые нуждались в оптимизации, у них напротив стоит вот здесь вот «Ок». «Ок», «Ок», «Ок». И можете просмотреть, как таблица была оптимизирована. Это нужно делать для того, чтобы наш сайт постоянно грузился быстро. То есть, если вы год целый не будете чистить базу данных, вот таким образом, ваш сайт будет заметно медленнее грузиться только вот за счет вот этой вот неоптимизации базы данных. Нужно делать раз в месяц, но если сайт у вас вырастет и будет, например, на сайт заходить 500 человек каждый день, и они будут, эти люди все, будут много комментировать, вы будете выкладывать много статей или еще что-то, вот тогда нужно будет чистить базу данных раз в неделю. Вот возьмите это как за правило, это очень важный момент. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Джумла или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном, это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов, но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода, гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. Я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона, так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Федор Васильев